Всем привет! С вами Макс Попов и я продолжаю собираться на Машбросок. Я накидал сюда на диван все вещи, которые мне могут понадобиться во время пути или во время ночевки на Машброске. И сейчас я попробую разобрать и заодно покажу, что же я с собой собираюсь взять. Если кто не знает, что такое Машбросок, то это туристическое ориентирование по подмосковным лесам с обязательной ночевкой между субботой и воскресеньем. Чем я меньше с собой возьму вещей, тем я быстрее пробегу первый этап, тем мне придется больше времени сидеть на месте промежуточной ночевки, тем, соответственно, мне будет холоднее и я буду жалеть, что я взял так мало вещей. В этот раз обещали достаточно холодную погоду. В первую ночь будет порядка минус 10, в днем будет потеплее около минус 5, и в вторую ночь тоже минус 5-6 градусов. Это реально холодно, особенно после первого дня, когда я приду намокший и уставший, но вещей все равно я возьму мало. Я, в первую очередь, не беру палатку, я беру очень маленькую пенку. И практически всю одежду, которую я возьму с собой, я одену на себя, залезу в спальник и буду спать у костра. Сейчас я раскидаю вещи налево-направо, на пол я буду бросать то, в чем я одену и в чем я побегу первый этап. А все остальное засуну в рюкзак и с этим я буду ночевать. Давайте посмотрим. Куртка, безусловно, я в ней побегу. Подшлемник. У меня есть шапка и есть подшлемник. Я пока еще не решил, в чем я побегу, а что я буду использовать на ночевке. Но, скорее всего, я побегу в подшлемнике, а шапку я ставлю на ночь. Спальник. У меня очень теплый пуховый спальник, естественно, на ночевку. В штанах я побегу. Теплые штаны. В этот раз будет весьма прохладно на дистанции, поэтому я сразу же одену и теплые штаны. И одену одну теплую пловарку с длинным воротом, чтобы не задувало. Это я тоже одену. Скорее всего, еще одену и тоненькое термобелье под низ, чтобы лучше отводило влагу. Это я с собой возьму теплую сухую шмотку на ночевку. Тонкое термобелье тоже одену на себя. Перчатки. Всем рекомендую в этот раз перчатки. Будет реально холодно, пальцы отмерзнут. Дальше. Деньги. Понадобятся деньги на электричку и на наступительный взнос за карты. Естественно, возьму с собой. На первый день фонарик. Обязательно с собой. Часы. Для того, чтобы мерить время. И этим способом я мерю дистанцию. Это гидратор. В него я налью из дома полную его воды. Насыплю ригидрона. И возьму с собой пакетик ригидрона на второй день. Возьму в этот раз с собой камеру. Буду много снимать. Надеюсь, получится что-то интересное. Носки. Опять же, будет холодно. И в этот раз носки я одену сразу же на себя. Это гидрон второй пакетик на второй день. Компас. Какой ориентировщик хоть полезу без компаса. С собой у меня тонкая пенка. Очень люблю на второй день взять чистые носочки. Для разведения костра я использую простые средства. Это сухое горючее и зажигалки. Собственно, больше ничего. В качестве посуды у меня только вот такая кружка. Такая самодельная термокружка. Она мне служит и кальчиком, и тарелкой, и миской, и всем чем угодно. И кружкой, и для чая. Беру с собой ложку. Хотя можно было бы, наверное, без ложки обойтись. Два пакетика чая из еды. Что я беру из еды? Люблю взять с собой кофе на утро и на вечер. Сыра кусочек, отрежу от него половинку. Колбаски. На дистанции я пикаюсь конфетками бон пари, сникерсами, мюслями. Наверное, этого многовато. Я еще немножко отчасти беру. Вот здесь у меня еще такой пакетик с кашами. Возьму немножко кашек. На утро и на вечер. Каша моментальная. В два раза больше тягот с черникой и с курагой. Вот, классный выбор. И впитающий кашем всеми любимый Даши Рак. Для защиты ног, чтобы они не распухали от воды и не размокали, я буду в этом году пользоваться кремом Бора Плюс. Этим кремом, либо вазелином пользуются практически все ориентировщики, которые бегают такие длинные дистанции. Если им намазать хорошенько подошву, я начал мазать еще за два дня до этого, чтобы хорошо пропитать кожу жиром, эта дополнительная жировая прослойка помогает сохранить естественный жир в коже. И она не так быстро размокнет от влаги. И я надеюсь, что будут меньше мозолей в этот раз. Обязательно не забудьте подстричь ногти. И возьму с собой этот крем на второй день, чтобы обязательно перед стартом второго дня тоже намазаться. Какой же взять рюкзак? У меня есть на 35 литров басковский Smart 35. Он достаточно тяжелый, я померил, весит порядка 900 грамм. И есть 200-граммовый маленький кэмп 20-литровый. Если у меня поместится в кэмп мои вещи, то безусловно я возьму его. Если нет, то придется брать баск. Ну вот, собственно, и все. Сейчас я постараюсь все вещи покомпактнее упаковать. Всем удачи на соревнованиях. Моя команда называется Бегемот. Не смог я уместиться в маленький, конечно же, вещей достаточно много накидал. И вместе с двумя литрами воды, давайте взвесим, сколько у меня получился. 6,8 килограмма. Потом я 2 литра воды по дистанции выпью. И остается у меня 4,8, ну почти 5 килограммов. Вот с таким рюкзаком придется пробежать всю дистанцию, которая по кратчайшему расстоянию между КП организаторы заявляют 55 километров. В первый день и 30 километров во второй. До встречи на соревнованиях. Всем пока.